А вы в курсе, что в Сочи регулярно проводятся Дни здоровья? 9 ноября они прошли сразу в двух районах. Консультативные и диагностические приемы в подразделении первой поликлиники проводятся каждый месяц. На этот раз в выходной день без очередей и предварительных записей желающие могли получить бесплатную консультацию гинеколога и мамолога, а также сдать анализ крови на онкомаркеры. Мы регулярно проводим Дни здоровья в нашей поликлинике в различных филиалах. Данная работа идет в том числе и в рамках реализации национального партийного проекта, посвященного охране здоровья населения Российской Федерации. И одной из его задач является раннее выявление и в первую очередь профилактика онкологических заболеваний. Сегодня мы берем у пациентов кровь на онкомаркеры, которые могут на ранних стадиях показать риски или наличие рака молочной железы, матки, легких, желудка. Сегодня применение высоких молекулярных технологий позволяет нам диагностировать многие заболевания на крайне ранних стадиях их возникновения и, соответственно, максимально рано начинать лечение, которое, безусловно, в этом случае будет высокоэффективно и позволит сохранить человеку не только жизнь, но и качество жизни. Сегодня профилактическое направление является одним из ведущих в работе амбулаторно-поликлинических учреждений, таких как наша поликлиника. Поэтому мы стараемся расширить возможности для обеспечения более высокого уровня доступности данного вида медицинской помощи. В каждом из подразделений поликлиники работает кабинет, где человек может пройти диспансеризацию, в том числе и по субботам. И сегодняшняя акция нацелена именно на то, чтобы люди, работающие, могли в свой выходной день, не тратя много времени, попасть в поликлинику и пройти гинеколога, онколога, мамолога, сдать кровь на онкомаркеры, увидеть своего лечащего врача, увидеть заведующего отделения и решить вопросы, касающиеся здоровья. Поликлинику нужно посещать регулярно. И для этого мы проводим на регулярной основе диспансеризацию, профилактические осмотры, проводим СМС-оповещение прикрепленного населения о проводимых мероприятиях, проводим целевые дни здоровья, посвященные борьбе с осложнениями сахарного диабета, ишемической болезни сердца, проводим недели женского и мужского здоровья. Профилактика онкозаболевания особенно актуальна, и каждый должен ей уделять особое внимание, так как никто не застрахован от возможности оказаться пациентом онкологической больницы. Развитие большинства грозных недугов можно предупредить, если регулярно посещать профильных специалистов. Самые распространенные заболевания у женщин связаны с гинекологией. Сберечь гинекологическое здоровье – это крайне важно. Для молодых женщин это важно, потому что все они потенциально будущие матери. И очень важна профилактика воспалительных заболеваний гинекологической сферы. Для этого у нас есть большие возможности для диагностики. Важно предотвратить осложнения воспалительных заболеваний, которые приводят к внематочным беременностям, бесплодиям, болевым синдромам. Также очень важно для женщин репродуктивного возраста предвосхитить гормонозависимые заболевания. Это миомоматки, эндометриоз, кисты яичников, которые сопровождаются и болевым синдромом, и кровотечением. И могут способствовать образованию каких-либо злокачественных новообразований гинекологической сферы. Поэтому мы проводим этим женщинам осмотры, берем мазки на онкоцитологию, берем кровь на онкомаркеры, делаем ультразвуковое исследование. Для того, чтобы проконсультировать, выявить факторы риска, выявить начальные стадии заболевания и направить этих женщин уже профильным специалистам. Но, вы видите, у нас сегодня пришли на прием очень много женщин после 45-50 и более лет. Для этих женщин очень важно сохранить высокое качество жизни. Понятно, что нельзя повернуть время вспять, но существует сегодня много технологий профилактики возраст ассоциированных гинекологических заболеваний и связанных с ними соматических заболеваний. Потому что женщина должна знать, что сегодня медицина обладает широким арсеналом средств для профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с дефицитом женских половых гормонов обусловленных возрастом. Это профилактика лечения остеопороза, который грозит различными переломами. Это профилактика нарушений обменных процессов, профилактика средств сосудистых заболеваний. Потому что все заболевания, развивающиеся с возрастом у женщин, в той или иной степени связаны с дефицитом женских половых гормонов. Поэтому женщина должна после 40 лет регулярно посещать лечебные учреждения, ежегодно делать маммографию, посещать гинеколога, сдавать маски на онкоцитологию и в результате консультации со своим гинекологом избирать тот или другой путь профилактики различных заболеваний. О своем женском здоровье, как оказалось, заботятся многие. В основном женщины в возрасте. Они с удовольствием воспользовались случаем бесплатной диагностики и сдали кровь на онкомаркеры. Я стараюсь профилактику делать своего здоровья. Я сделала маммографию и так была обрадована, что у нас здесь бесплатная именно консультация. И я со своими анализами прямо сегодня, может быть, все узнаю. Это очень здорово. Это помогает быстрее узнать о своем здоровье. Вот сейчас кровь я сдала. Это тоже очень хорошо. Это на онкологию. Так бы надо было ходить по утрам или чего. А сейчас за один раз сразу же можно прийти несколько врачей. Очень здорово, что сегодня можно не только проверить свое здоровье у врача-мамолога, у гинеколога, но и сдать онкомаркет, который очень дорогостоящий. И не каждый пойдет и не потратит деньги, чтобы проверить свое здоровье. В общем, лично я, так как считаю себя здоровым человеком. Профилактика онкологических заболеваний прежде всего направлена на то, чтобы сориентировать население регулярно посещать смотровые кабинеты. Это одна из гарантий выявления патологии на раннем этапе. Какие-то родинки, которые беспокоят. Чаще всего это родинки, которые располагаются на спине. То есть это то, что человек не видит. Или если даже и видит, то не придает этому значения. То есть если есть какие-то покраснения, зуд, еще что-то вас беспокоит, как-то она начинает болеть. Это говорит о том, что на это стоит обратить внимание и посетить смотровой кабинет. Также там осматриваются ротовая полость. Это миндалины, ротоглотка. На выявление также онкопатологии. То есть вы можете не придать этому значения. Но если вас беспокоят частые ангины, затруднено глотание, покашливание, еще какие-то виды дискомфорта, стоматиты появляются чаще, чем раз в жизни, как у нормальных людей. Тоже на это стоит обращать внимание. Поэтому смотровые кабинеты рассчитаны на посещение один раз в год. Это обязательно. Обязательно для абсолютно всех, всего населения в возрасте от 18 и старше. Там берется мазочек на онкопатологию у женщин. Осматриваются мужчины на изменения и наличие каких-то деформаций, каких-то наростов, еще каких-то изменений внешних на половых органах. И уже это способствует более быстрому реагированию вас и нас на то, чтобы вы обратились уже к специалисту должной области. И вам был вовремя выставлен диагноз, вовремя назначено лечение. От этого зависит, прежде всего, качество вашей жизни. Поэтому надо посещать смотровые кабинеты. Также особое внимание уделяется беседам с пациентами о здоровом образе жизни, который также влияет и на онкозаболевания, и на нашу жизнь в целом. Проводятся школы здоровья по борьбе с курением, по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Люди обучаются, как пользоваться ингаляторами, как измерять артериальное давление в домашних условиях правильно, как правильно принимать препараты, когда это делать. И, в принципе, что делать для того, чтобы как можно дольше оставаться здоровым, молодым, бодрым и активным в этой жизни. То есть не просто как бороться с болезнью, а как ее предотвратить. Это тоже на первом месте сейчас стоит. Посещать специалистов, сдавать маски и анализ крови на онкомаркер необходимо раз в год, утверждают специалисты. Не следует пренебрегать и утренней гимнастикой. Несложные упражнения всего пять минут в день помогут поддержать организм в тонусе и полезны для профилактики других болезней, в том числе и сахарного диабета. Ноги на ширине плеч, руки на бедра и наклон с левой стороны. Пошли. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Перемешаем. Раз, два, три, четыре. Упражнения предельно простые. То есть любой человек может вот это сделать. Нет противопоказаний. Вот к этим упражнениям противопоказаний нет. Они не повышают давление, они не учащают сердечных сокращений. Даже люди, которые страдают повышенным давлением, гипертонией, какими-то другими нозологическими заболеваниями, легко и просто, но три минуты, пять минут себе могут в течение дня посвятить. Значит, гимнастики у нас вот для дня, посвященного борьбе с сахарным диабетом, вот сейчас вот это проходит впервые гимнастика. А так у нас проводятся гимнастики для наших сотрудников. То есть у нас есть залы УФК, мы туда поднимаемся. И, значит, либо я, либо инструктор УФК, то есть минимум упражнений. Потому что, ну, в основном работа сидячая, как-то вот немножечко взбодриться. Дальше день рабочий проходит весьма удачно. И вот мы эти гимнастики, то есть эти комплексы упражнений, мы это все выполняем. Среди пациентов, то есть вот именно касательно сахарного диабета, вот это проходит первый раз. Не только гимнастика считается профилактикой заболеваний. В случае с сахарным диабетом необходимо знать причины и симптомы. Информацию благодаря современным технологиям и большому количеству источников найти нетрудно. А в День здоровья в Адлерской поликлинике прошла специальная лекция. Чтобы прослушать полезную информацию могли все, в поликлинике включили радиоточки. Сахарный диабет – это нарушение обмена углеводов и воды в организме. Следствием этого является нарушение функции поджелудочной железы. Именно поджелудочная железа вырабатывает гормон, называемый инсулином. Инсулин участвует в процессе переработки сахара, а без него организм не может осуществить превращение сахара в глюкозу, вследствие чего сахар накапливается в нашей крови и выводится в больших количествах из организма через мочу. Параллельно с этим нарушается водный обмен. Ткани не могут удерживать воду в себе, в результате чего много неполноценной воды выводится через почки. Это заболевание обмена веществ может быть наследственным или же приобретенным. От нехватки инсулина развиваются гнонячковые и другие поражения кожи. Страдают зубы, развивается атеросклероз, грудная жаба, гипертоническая болезнь, страдают почки, нервная система, ухудшается зрение. Выделяют два типа болезни. Такая необходимость носит обязательный характер, так как полностью определяет лечение больного, которое в начальных стадиях заболевания кардинально отличается. Сахарный диабет первого типа. Этот тип еще называют инсулинозависимым диабетом. Чаще всего этим видом диабета страдают люди молодые, в возрасте до 40 лет, худые. Притекает заболевание достаточно тяжело. Для лечения требуется инсулин. Причина. Организм вырабатывает антитела, которые истребляют клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Для поддержания организма требуется при помощи шприца вводить в организм инсулин. Так как инсулин разрушается в желудочно-кишечном тракте, то прием инсулина в виде таблеток невозможен. Вводят инсулин вместе с приемом пищи. Очень важно соблюдать строгую диету. Из рациона исключаются полностью легкоусваиваемые углеводы. Сахар, сладости, фруктовые соки, сахаросодержащие лимонады. Чаще всего диабетом второго типа страдают люди пожилого возраста после 40 лет. Тучные. Причина. Потеря чувствительности клеток к инсулину из-за переизбытка питательных веществ в них. Применение инсулина для лечения необходимо не каждому больному. Только квалифицированный специалист может назначить лечение дозы. Для начала таким больным назначается диета. Очень важно полностью следовать рекомендациям доктора. Рекомендуется уменьшать вес медленно, по 2-3 кг в месяц, для достижения нормального веса, который необходимо поддерживать на протяжении всей жизни. В случаях, когда диеты недостаточно, применяют сахароснижающие таблетки. И только в очень крайнем случае назначают инсулин. У большинства больных с сахарным диабетом наблюдается диабет 2 типа. С началом заболевания у больных появляется постоянная сухость во рту, чувство жажды с невозможностью утолить ее, больные люди выпивают до нескольких литров суточной жидкости, повышение диуреза, заметное повышение порционной и общей выделяемой за сутки мочи, снижение или резкое увеличение веса и жировых отложений, сильный зуд кожи и ее сухость, повышенная склонность к нынечковым процессам на коже и мягких тканях, мышечная слабость и повышенная потливость, плохое заживление любых ран. Обычно перечисленные жалобы являются первым звонком заболевания. Вовремя определить заболевание поможет анализ крови. Он проводится практически безболезненно с помощью клюкометра. Как часто нужно проверять уровень сахара в крови? Те, кто страдает с сахарным диабетом, конечно, желательно ежедневный мониторинг диабета. А так, если проблем с сахаром нет, то достаточно хотя бы два раза в год. То есть, как скрининговая методика, это будет вполне 5,1. Замечательный сахар, так держится. Спасибо. А скажите, какие меры профилактики, чтобы больше не поднимался? И какая для моего возраста самая критическая, так скажем, ответка? Значит, не выше 6. Обязательно нужно думать о том, что вы кушаете, как вы кушаете, следить за своей массой тела, то есть, заниматься физическим упражнением, то есть, вести здоровый образ жизни. Для человека, который не страдает с сахарным диабетом, этому вполне достаточно. Это избегать переедания, то есть, это ограничивать углеводистую пищу в своем рационе. Ну, то есть, смотреть в тарелку, смотреть, что вы едите в первую очередь, то есть, задуматься о себе. Исключить фастфуд, исключить все вот эти вот сладкие газировки, то есть, эти напитки, то есть, вот, даже не исключить, а свести к минимуму, потому что, ну, ничего хорошего из этого приема не получается. Очень много людей, особенно вот сейчас вот молодежь, которая вот увлекается вот этим всем, они приходят, даже вот, мы проводили недавно День здоровья, посвященный профилактике инсульта, и два молодых человека, один говорит, я, говорит, сейчас вот выпил сладкой газировки, вот, пришел, говорит, сдать посмотреть, и друг у меня, говорит, не выпил. То есть, мы сейчас проведем, ну, естественно, вот тот, кто выпил какую-то газировочку, у него был сахар повыше. Ну, это они для себя какие-то выводы, я думаю, сделали. Спровоцировать скачки уровня глюкозы могут как серьезные заболевания, так и стрессы, физические нагрузки и длительное голодание. Редкие единичные случаи считаются допустимыми, но если наблюдается постоянно низкий сахар в крови или, наоборот, высокий, причины нужно искать и устранять немедленно. Сахарный диабет является сейчас заболеванием, лидирующим по осложнениям сахарного диабета, по различным сердечно-сосудистым осложнениям, поэтому мы уделяем ему большое внимание. Сахарный диабет возникает чаще всего у людей с избыточным весом, поэтому, естественно, эти люди в группе риска. Также в группе риска люди, у которых родственники больные с сахарным диабетом, особенно родственники первой линии, родители, братья, сестры. Это в группе риска люди с динамичным образом жизни, люди, у которых неправильное питание, то есть это малое употребление овощей, большое употребление легкоусваиваемых углеводов, таких как сладкие разные напитки, газировки, лимонады, шоколадки, конфетки, тортики. То есть это, естественно, все ведет к увеличению количества больных с сахарным диабетом. Также большой риск у женщин, которые принесли гистационный диабет во время беременности. И мы пытаемся с этим бороться. Сахарный диабет – заболевание серьезное, если к нему относиться спустя рукава, потому что он может привести к различным серьезным осложнениям. Это поражение и глаз, и почек, и ног, инфаркты, инсульты. Это все тоже происходит на фоне поражения сосудов при сахарном диабете. По поводу сахарозаменителей. Сахарозаменители бывают разные. И очень важно знать, что, допустим, любимая в семи фруктоза абсолютно не является никаким сахарозаменителем. Она точно так же повышает сахар и повышает его гораздо даже сильнее. В организме фруктоза на 30% превращается в глюкозу, а на оставшиеся 70% превращается в жир. А ожирение потом ведет опять-таки к развитию диабета. Поэтому сахарозаменители на фруктозе ни в коем случае не являются полезными. Если пользоваться заменителями, то это должны быть либо какие-то химические, либо на стевии. Но опять-таки нужно смотреть на состав продукта, потому что иногда бывает, что большими буквами на упаковке написано стевия, а в составе написано глюкоза на первом месте. Поэтому нужно к этому внимательно относиться. Лучше стараться вообще просто исключить сладкое из своего рациона. Это будет гораздо полезнее для организма. Для здорового человека норма сахара натощак из крови венозной, это будет до 6,1. Если это кровь цельная по глюкометру, это до 5,5. Норма у нас отличается только у беременных женщин. У беременных женщин сахар должен быть ниже, чем 5,1. Какой-то другой градацией, то есть вне зависимости от возраста, будет это 18-летний человек, будет это 60-летний человек, по лабораторной норме, по плазме крови, это сахар до 6,1 натощак. До еды это сахар до 7,8. Но после еды мы стараемся не мерить, потому что это при случайных обследованиях. А так натощак это до 6,1 норма. Какие профилактические вы сказали, что только не есть, ограничить? Это физическая нагрузка. То есть в день у человека должно быть хотя бы 30 минут какой-то физической активности. То есть это просто хотя бы ходьба. Если человек хочет сбрасывать вес, это, естественно, должно быть больше, чем 30 минут. Ну, хотя бы какая-то небольшая физическая активность должна быть. Плюс это, естественно, отказ от вредных привычек. Это курение, алкоголь. Это все тоже провоцирует проблемы с сосудами, развитие сахарного диабета. Ну и питание, правильное питание. То есть никто не заставляет сидеть там на одних огурцах. Но правильное питание, оно должно быть сбалансировано. Люди должны в первую очередь приходить к своим участковым терапевтам, проходить диспансеризацию. И по результатам этих анализов при повышении гликемии или при каких-то подозрениях у терапевтов, естественно, уже направляются к эндокринологу. Вот. В первую очередь, естественно, мы смотрим на жалобы пациента, на его анамнез какой-то, на прошедшие там какие-то анализы, которые он до этого сдавал, какие-то до этого там исследования проводились, и на его наследственность, естественно. То есть есть у него там родственников диабетики или нет. Диета, активный образ жизни – это все немедикаментозные методы профилактики диабета. Ограничивая себя в сладком, стоит помнить, что контролировать нужно потребление не только сахара в чистом виде. Сахара действительно бывают разные. Бывают моносахара, бывают полисахара. То есть это молекулы, где уже совмещено несколько типов сахара. И, например, сахара, которые содержатся во фруктах, они менее, конечно, опасны, потому что это природные сахара. А сахара, которые уже непосредственно содержатся, скажем так, в шоколаде, то есть наш тростниковый сахар, это, конечно, более вредные сахара. Их как раз-таки надо подсчитывать и дозировать. Фрукты, конечно, они более полезны. Они, конечно, и являются как раз-таки, содержатся в них не только вот эти полезные сахара, но и клетчатка, и еще дополнительные витамины, которые, наоборот, нам помогают. Количество съеденных фруктов в день, их подсчитывать не обязательно. То есть они, наоборот, идут в пользу. А подсчитывать нужно именно вот эти искусственные сахара, которые содержатся в шоколаде, которые содержатся в мучных продуктах, содержатся в обычном сахаре. То есть тут, конечно, да, необходимо вести подсчет и учет того, что съедается за день. И обычный сахар, он тоже в определенном количестве, то есть в определенных мирах, он не опасен. То есть если у человека, проходя профилактические исследования, то есть он, врачи дают заключение, что состояние здоровья его хорошее, то есть оно позволяет, скажем так, не беспокоиться о каких-то факторах риска, то дозированный прием этих сахаров обычных, они тоже не вредят организму человека, потому что это все необходимо для нормальной, естественной работы. То есть батончики, которые вы сказали, продукты, в принципе, не батончики, а продукты, которые содержат сахарозаменители, да, в какой-то мере они действительно сахара содержат меньше. Но все равно углеводы, жиры, белки, там они присутствуют, и поэтому обильно употреблять данные продукты тоже, может быть, будет не так полезно. Сахарный диабет – заболевание эндокринологическое, но осложнения могут коснуться любых органов. Поэтому в День здоровья пациенты могли проконсультироваться у эндокринолога, сосудистого хирурга, лора, кардиолога, сделать кардиограмму, проверить объем легких и зрения и пройти флюорографию. Все результаты направлены участковым терапевтам, чтобы при необходимости врачи могли сразу же назначить лечение. Ну а помимо Дней здоровья специалисты поликлиники проводят и так называемые выездные профилактические мероприятия. У нас есть маршрут здоровья, бригада врачей, состоящая из невролога, окулиста, хирурга, лора, гастроэнтеролога, терапевта, ЭКГ, забор крови на глюкозу, холестерин, тролицериды. Мы выезжаем по нашим ФАПам. У нас очень много ФАПов закреплено за нашей поликлиникой. И вот практически раз в неделю мы в какой-то ФАП едем. В ближайший ФАП планируется выехать в поселок Аибга. То есть поселки отдаленные, не все люди могут сюда добраться. Поэтому мы по максимуму все обследования, которые мы можем делать, мы выезжаем к ним, то есть консультируем, назначаем лечение. То есть вот это у нас практикуется, но вот уже несколько лет. Последний год, скажем так, очень сильно взялись за вот это именно профилактическое мероприятие, потому что, ну, основа нашей медицины – это все-таки профилактика. То есть, как говорил еще Пирогов, будущее медицины принадлежит медицине профилактической. Поэтому мы вот этим основном и занимаемся. Я как заведующая отделением профилактики, то есть это вот вообще непосредственно моя работа. То есть я организую все это все при помощи Давида Ивановича, нашего главного врача. Ну и вот мои врачи, которые относятся к моему отделению, они участвуют тоже вот в этих всех мероприятиях. Мы также читаем лекции. То есть, скажем, все лекции, посвященные дням здоровья, у нас дублируются не только вот среди нашего населения, но мы выходим в школы, то есть лицеи 59, очень часто проводим там лекции именно среди старшеклассников. Мы читаем лекции слушателям Народного университета, мы читаем лекции в Сочинском медицинском колледже, то есть точно так же проводим там вот эти все профилактические мероприятия. И вот волонтеры, девочки, которые сегодня у нас здесь присутствовали, это как раз студентки Сочинского медицинского колледжа. Новая программа появилась, это закрепление за определенной поликлиникой, определенной организацией, куда выходят наши врачи и там проводят лекции по здоровому образу жизни. За нами закреплена организация, это наш лицей 59. То есть вот мы туда приходим, и там мы уже работаем непосредственно с учителями. То есть уже деткам мы читаем лекции по интересам, ну то есть там, как оказать первую помощь, то, что они могут освоить и то, что они могут приметь. А уже с преподавательским составом, то есть там уже более серьезно. То есть там лекции, вопросы, ответы. Профилактика заболеваний – это комплекс медицинских и немедицинских мероприятий. И важно помнить, что во многих случаях они способны предупредить развитие заболеваний или сделать их прогноз более благоприятным. Ну и это все, о чем мы вам сегодня успели рассказать. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...